Сегодня в программе Как избавиться от лишних кредитов Чем отличаются куриные яйца от перепелиных Какой диван выбрать человеку с большим весом? И кто изобрел сыр? Государства, крупные и малые предприниматели, торговые структуры и обычные граждане Все пользуются кредитами Их популярность растет из года в год Они дают возможность не откладывать необходимые семье покупки на будущее При современной инфляции это помогает в некоторых случаях даже сэкономить История, когда есть несколько кредитов одновременно, знакома многим И это довольно хлопотно Есть вероятность что-то упустить и выпасть из графика выплат А значит, испортить свою кредитную историю Ведь информация о том, оплатили вы свои счета своевременно или нет, фиксируется И включает ежемесячные платежи по кредитам за последние семь лет Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, нужно уметь грамотно управлять кредитами Можно занести все данные в компьютер, составить персональный план снижения задолженности И вести постоянный учет А можно пойти путем рефинансирования Оно помогает объединить несколько кредитов из разных банков в один Когда много информации по выплатам, срокам, суммам, процентам Это держит напряжение Ты переживаешь, что что-то упустишь Единый договор с фиксированной датой выплаты гораздо удобнее нескольких Годовая процентная ставка получается ниже Конечно, выплачивать становится легче Да и в нем переплата уменьшается, что тоже очень приятно В Восточном банке каждая ситуация рассматривается индивидуально Составляется удобный график выплат Процентная ставка зависит от суммы, кредитной истории и других факторов Продуманное рефинансирование с максимально возможным сроком погашения Снижает ежемесячные взносы почти в два раза В результате вероятность просрочки выплат уменьшается Это помогает снизить нагрузку и поддерживать порядок в финансах Такой вариант будет более выгодным, нежели просрочка платежей По которой будут начислены штрафы и пеня Рефинансирование – удобный инструмент сохранения кредитной истории и экономии средств Конечно, в каждом случае следует провести внимательные расчеты Чтобы эта схема принесла преимущество Как вы считаете, какие яйца полезнее? Куриные или перепелиные? Перепелиные Почему? Ну, вообще начитано, что много полезного в них Перепелиные никогда не пробовала, поэтому не могу ответить на этот вопрос Всегда беру куриные Говорят, что диетические больше перепелиные Но мне кажется, разницы нет Одни говорят так, другие говорят так Страусиные Что же скрывается под скорлупой? Яйца домашних птиц-конкуренток полезные, спору нет Диетологи рекомендуют и перепелиные, и куриные Состояние у тебя истерическое Скушай, доченька, яйцо гиетическое Или, может, обратимся к врачу Яйца состоят из белков и жиров примерно одинаково Правда, и холестерина тоже хоть отбавляй У перепелиных даже больше, почти в два раза Если брать витаминно-минеральный состав, плюсы есть у обоих экземпляров Допустим, в курином яйце есть витамин Д и фтор Небольших количествах, что минусы достаточно То в перепелином яйце этих витаминов нет Но зато присутствует в перепелином яйце витамин В1, В2, ВП, которые в два раза выше, чем в яйце курином У перепелок высокая температура тела – 42 градуса С альмонеллезом они болеют реже – это плюс Но медики говорят, что для верной гибели опасной бактерии нужно больше 50 градусов Поэтому пить маленькие сырые яйца в крапинку, как и куриные, врачи все же не рекомендуют Насчет гипоаллергенности тоже можно поспорить молодым мамочкам на заметку Многие используют перепелиные яйца, говорят, что на них нет аллергии Но это мир Белок тот же самый содержится в этом яйце А как мы знаем, аллергеном может явиться источник белка На упаковках производители пишут, что перепелиные яйца повышают потенцию И помогают бороться с заболеваниями крови и другими недугами Способствует стабилизированию давления Но вы же понимаете, что витамины, входящие в состав этого яйца, они не являются лекарствами И прямо влиять на кровообращение, давление они не будут Главное отличие куриных и перепелиных яиц – это размер Именно за миниатюрность последних их любят дети и сушефы, когда готовят красивые салаты Кстати, дошколятам можно съедать пару штук в день Взрослым – до 7 в день, 2-3 раза в неделю Лучше организмом усваиваются вареные всмятку Если по составу продукты взаимозаменяемы, есть ли смысл переплачивать? Хороший диван – не только стильный, но и функциональный предмет интерьера Не следует забывать, что на него приходится серьезная нагрузка А значит, выбирать нужно внимательно Ориентироваться лучше на производителей с именем Например, мебельная фабрика «Анюта» 30 лет создает надежную мебель Богатый опыт позволяет ориентироваться в предпочтениях людей, совершенствовать технологии и удерживать доступные цены При производстве используются сырье и материалы проверенного качества от ведущих российских и зарубежных производителей Особое внимание уделяется экологичности материалов Поэтому вместо ДСП для всех перекрытий и несущих конструкций Используется березовая фанера и высушенный брус хвойных пород Долгий срок службы обеспечивается качеством всех составных частей Обивки, каркаса, наполнителя и механизма трансформации Используются независимые и зависимые пружинные блоки Но лучше всего себя зарекомендовал пенополиуретан марки HR с неоднородной структурой ячеек Малые вступают в работу при небольших нагрузках, а при их возрастании работают крупные Благодаря этому хорошо держится форма и сохраняется воздухопроницаемость Таким образом достигается высокая эластичность и более долгий срок службы Этот материал не выделяет пыль и не подвержен плесени Между пенополиуретаном и обивкой находится терморегулирующий слой из силиконизированного синтепона Эта объемная воздушная подушка позволяет обивке дышать и придает пышность Благодаря этому ткань хорошо восстанавливается даже в местах повышенной нагрузки Разнообразие обивочного материала обеспечивают поставщики из Америки, Канады, Израиля, Турции и Китая Основной акцент технологи делают на надежность и качество Поэтому используются механизмы одной из крупнейших компаний Комкор Разработанные с учетом специфических требований российских клиентов И отражающие последние тенденции в мире мебели Это обеспечивает долголетнюю эксплуатацию дивана, удобство и легкость в использовании Дельфин, двойной свиток, шагающая еврокнишка, финка люкс Такое разнообразие механизмов позволяет найти наиболее удобный Также немаловажно, что все выкатные части мебели оснащены обрезиненными роликами Обеспечивающими сохранность полового покрытия К каждой модели дивана можно подобрать кресло, кресло-кровать, пуф, а также различные аксессуары А при изготовлении на заказ изменить размеры понравившейся мебели по своему желанию Мышонка по имени Рокфора аниматоры назвали в честь сыра Он просто обожал это лакомство Ну а кто же его не любит, скажете вы Я всегда думал, что я никогда не наемся сыром Без чедера, пармезана, ламбера и других сортов этого продукта Не обходится ни один праздничный, да и повседневный стол Сыр один из древнейших изобретений человечества, ему аж 7 тысяч лет Многие ученые считают, что его родина Ближний Восток В свои путешествия по пустыне кочевники-бедуины брали с собой молоко в кожаных мешках И от тряски, и жары оно створаживалось, а потом эту массу сушили на солнце В античной Греции о сыре упоминалось еще в поэме Гомера Одиссея А о самом процессе изготовления продукта в своем трактате писал Аристотель Именно в этой стране родился популярный ныне сыр фета Расцвела эпоха сыроварения в Древнем Риме Здесь усовершенствовали технологию производства и хранения Экспериментировали местные жители даже со слиным молоком И добавляли не только животные ферменты, но и растительные И до сих пор Италия считается лидером в сырном деле Но и Россия не осталась в стороне Славяне даже дань Золотой Орде платили творожным сыром Получали его путем естественного свертывания молока Первый сыродельный цех появился лишь в конце 18 века Частный, князя Мещерского В промышленных масштабах продукцию стали выпускать в 1866 году И к началу 20 века в нашей стране уже было почти 100 сортов сыра Наши партнеры Благодарим Банк Восточный за предоставленную информацию За помощь в съемках благодарим фабрику мягкой мебели «Анюта» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин